Кстати, одна из наших зрительниц из Минска, она написала такой комментарий, что Евросоюз сейчас напоминает белорусов, которые выходили с цветами к силовикам. То есть мирный протест, попытка показать, что мы другие, что мы мирные люди. Насколько уместна такая метафора? К сожалению, у нас идет прерыв связи, я не очень вас хорошо слышу. Если можно, повторите вопрос. Да, повторю вопрос. Наша зрительница из Беларуси написала комментарий в чате, она сравнила действия Евросоюза с действиями белорусов, когда против тебя силовики, а ты идешь к белым флагам, ты абсолютно мирный. Насколько уместна такая метафора? Да, но еще раз говорю, это фактически попытаться уговорами задобрить агрессора. И это повторение истории, к сожалению, которое имело место быть в Европе в 20-м столетии. Не дай бог, чтобы это повторилось в 21-м столетии. Потому что именно через вот эту попытку псевдодиалога, псевдоконтактов, я бы не назвал это еще диалогом. Все-таки, насколько я понимаю, Европейский Союз не меняет свои политики в отношении Лукашенко. Конечно, режим будет пытаться продавать это как смена политики, но я скорее это оцениваю с точки зрения объявленного сегодня потенциального пакета санкций, который будет рассмотрен завтра на заседании Совета министров иностранных дел. И вот говоря по набору инструментов, которые закладываются в этот пакет санкций, это действительно цветочки, это действительно выходить и пытаться цветами подарить ОМОНовцам, тем, кто избивал, унижал, насиловал, пытал белорусов. И вот этими цветочками попытаться как бы решить эту проблему. То есть не получится. Лукашенко по своей ментальности, по истории своего правления в Беларуси, диктаторского правления тот человек, который понимает только аргументы сильного, сильнейшего. Сегодня, к сожалению, он не воспринимает так позицию Европейского Союза. Но это как вместе с вами мы сядем за стол переговоров, а у меня особо и нечего, что вам предложить взамен в ходе переговоров. То есть сегодня у него аргументов гораздо больше, и силы влияния и действия гораздо больше. Вот нужно увеличить этот элемент давления. И здесь я бы все-таки, надеясь на то, что Европейский Союз продолжит четкую, последовательную позицию на непризнание Лукашенко, на то, чтобы не забыть, понимая важность мигрантов, судя по этих людей, страдающих, не забыть о репрессированных белорусах, я также рассчитываю на позицию национальных правительств. Польши, Литвы и Латвии. Я знаю, что сейчас Польша, Литва и Латвия обсуждают вопрос и созыва в рамках НАТО, механизма консультативного, говорят об угрозе безопасности Европейского Союза. Мы слышим со стороны польского правительства готовность перекрыть и транзитные пути, и пограничные переходы. Вот здесь, наверное, мы скорее смотрим, каким образом будут реагировать те страны, которые прежде всего подвергнуты сейчас агрессии, фактически военным актом гибридной формы в отношении своего народа, своих стран. Здесь очень много аргументов, инструментов у них. Хотя я понимаю, что в Европейском Союзе есть главный принцип единой политики, внешней политики, и поэтому, как правило, это должно получить согласие всех стран. В этом как раз-таки является проблема. Кто-то чувствует это на своих границах, кто-то чувствует во втором эшелоне, а кто-то находится в третьем эшелоне. И этого не воспринимает и не чувствует так больно, но так чувствительно, как чувствуем это мы с вами. На ваш взгляд, будет ли Александр Лукашенко эскалировать эту ситуацию? Потому что звучат самые разные сценарии. Говорят о том, что могут полететь дроны, радиоактивные вещества, трафик наркотиков, вооруженные люди. То есть много высказывается. Что-то он сам озвучивал как вариант. На ваш взгляд, какие еще могут быть шаги предприняты? Я думаю, что ситуация будет выглядеть следующим образом. Сейчас режиму выгодно продавать картинку на Запад, поэтому он пустил на свою сторону такие каналы, как CNN, BBC, международные СМИ о том, как страдают мигранты на границе. Вы же видите, каким образом даже раздаются продукты питания. Они фактически бросаются в толпу, толпа хватается за едой. То есть это все картины ужасные. Но это же все делает режим, который свез мигрантов, приглашал, якобы вдруг неожиданно огромное количество туристов решило приехать в Беларусь. Вот просто раз с территории Ирака все решили стать туристами в Беларусь. Какие такие они открыли для себя достопримечательности? Не, я, конечно, рад за Беларусь, потому что я бывший министр культуры и горжусь, что у нас есть много памятников, прекрасная природа и так далее. Ну давайте будем реалистами, но не ради этого же они поехали. Вот сейчас, как он продает эту картинку, это выгодно, потому что он, вот о чем вы спросили вначале, немецкие города, там Мюнхен заявляет и так далее, о том, что они якобы готовы принимать или готовы действительно мигрантов. Это все будоражит европейские общества. Это и есть главная цель режима, чтобы попытаться возбудить волну общественности именно в Европейском Союзе. И это мы наблюдаем, я думаю, не знаю, как в Латвии, наверное, и в Польше, и в Литве, хотя здесь в большей степени общество поддерживает действия правительств по защите государственной границы, по обеспечению безопасности границ. Но тема гуманитарная, она остается. Это первый сценарий, то есть лагеря вдоль всей границы и создание напряжения и продажа картинки. Вот это как раз-таки напряжение, оно будет иметь место. Сейчас идет накопление мигрантов на Брестском направлении. Туда действительно прибыло огромное количество мигрантов. Они заселились во все отели. Из Бреста нам поступает информация, что белорусы очень недовольны. Они видят огромное количество приехавших иностранцев, ну, которые не с туристическими целями, понятно. Поэтому напряжение будет. А в последующем, если это не даст соответствующего эффекта, то могут предприняты быть попытки прорыва. А вот здесь, когда прорыв, может быть искусственно разыграна ситуация, что произойдет выстрел. И выстрел произойдет с другой стороны, якобы с другой стороны. И Лукашенко это будет основанием обвинить Европейский Союз в нарушении принципов прав человека и гуманитарных принципов, а именно чтобы опять обвинить во всем Запад. И здесь будут использованы те террористические группы, которые он уже подготовил. Это как крайний сценарий. И это заложено и утверждено Лукашенко. Я не говорю это как гипотезу. Я говорю это как документ, который утвержден Лукашенко, который принят к реализации, который подготовлен. Сам Лукашенко сообщил об этом публично, реагируя на публикации, которые были в EU Observer, в ряде зарубежных СМИ о том, что подготовлены две группы иракцев и афганцев, что доставлено оружие уже в Беларусь. Он сказал, что оружие идет с Донбасса, что оно может попасть курдам. То есть он уже легендирует эту всю историю, понимаете? Поэтому эскалирование исключать нельзя. И этот сценарий, он уже прописан Лукашенко. У нас звонок еще. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Алло, да, здравствуйте. Артур из Риги. Хотел задать вопрос. Вот Лукашенко недавно сказал, что его с Путиным связывают братские и теплые отношения. Вот он сказал, что ты дворовый, а я уличный. То есть действительно ли это так? Действительно ли у них братские отношения? Спасибо. Да, спасибо. Если можно, повторите вопрос. Вот у нас как-то связь входящая плохо очень работает. Повторите, пожалуйста. Да, я повторю вопрос. Артур спросил, Лукашенко недавно сказал о том, что у них с Путиным братские отношения, потому что один с улицы, второй со двора. Вот действительно ли, спрашивает Артур, у них такие братские отношения? Слышите, Ливан? Братские отношения. Вы про Россию сейчас говорили? Путина и Лукашенко. Ну вот Артур так спросил. Есть ли братские отношения у Путина и Лукашенко? У Путина и у Лукашенко? Нет, у них нет братских отношений. Это я знаю, опять же, не понаслышке. Лукашенко сам делился своим отношением к Путину и к руководству Российской Федерации. Он рассматривает Путина как своего недруга. И здесь нет никаких иллюзий. Это тактический друг. Он понимает, что тот единственный, кто может ему помочь, как раз таки и держит его на крючке. То есть понятно, когда вы зависите от одного человека, вы же понимаете, что этот человек, отказав вам в помощи, в политике, в этой ситуации, может привести к тому, что вы перестанете существовать как политика на сцене Беларуси. Поэтому он не рассматривает его как друга. Он рассматривает это как угрозу своей единоличной власти в Беларуси. Но Лукашенко играет. Играет достаточно искусно, на чувствах Путина, желающего контролировать территорию Беларуси, имеющего намерение, чтобы Беларусь была частью Российской Федерации, давайте говорить прямо. И поэтому Лукашенко как бы, ну, играет с огнем. Мы же понимаем, что в какой-то момент любая слабость Лукашенко будет использована Путиным. Поэтому мы сегодня говорим о том, что реально существует угроза нашему суверенитету и независимости. И когда мы говорим «миграционный кризис», мы понимаем политические заключенные в Беларуси, политические репрессии в Беларуси. Когда мы говорим «миграционный кризис», мы понимаем вооруженные базы, вооруженные силы России на территории Беларуси. А это мы понимаем, что это угроза национальному суверенитету и безопасности нашей страны. Поэтому здесь это все единая цепь, это стратегический план, который одобрил Лукашенко. И он используется Путиным как полезный идиот, потому что он это все скушал, он это проглотил, он это использует, фактически более подставляет себя. А главное, нас не волнует его судьба, но только в одном контексте, когда он прекратит существование как политик в Беларуси, а он фактически ставит под угрозу независимость и суверенитет Беларуси. Вот это то, что нас больше всего беспокоит. И здесь у меня обращение и к господину Боррелю, и к Шармишелю, председателю Евросовета, и к другим государственным руководителям. Вы понимаете, что сегодня стоит угроза нашему суверенитету и независимости. А угроза эта, кстати, производная от Лукашенко, потому что он не гарант независимости. Он не был, а сейчас он вообще не является ни в коем образом гарантом независимости. И вопрос только времени. Или мы сможем победить белорусский народ и обеспечить суверенитет независимости, или Лукашенко проиграет Путину, а он проиграет Путину в результате. И Путин реализует свой план. Это действительно очень серьезная политическая проблема. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что вы нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы. Павел Латушка был с нами на прямой связи. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго.